Знаменитый Артек сегодня принял первую по-настоящему летнюю смену. Приехали 2000 школьников. Уже сейчас отдохнуть на южном берегу Крыма получили возможность те, кому не надо сдавать экзамены в школе. Среди счастливчиков и победителей призёров всероссийского экологического конкурса. Смена так и называется. Заповедная страна. Репортаж Виталия Каченко. Мы, ребята, молодцы! Артековцы! Знакомство с лучшей республикой детства на берегу Чёрного моря начинается ещё в автобусе фирменные галстуки и подъём на вершину Аюдага. Красочный обряд посвящения вартековцы. Им только предстоит пройти. Всем лесной привет! Добро пожаловать в Артек! Первую летнюю смену и шестую в этом году вожатые легендарного лагеря встречают воздушными шарами и речёвками. Наш любимый лесной! Артек — это Пушкинский грот, скалы-близнецы Адавары, величественный Аюдаг и, конечно же, прекрасное Чёрное море. Купальный сезон здесь ещё не открыт. До необходимых 22-х вода прогреется буквально через неделю-другую. Но в этом году лучшая детская здравница почти с вековой историей установит новый рекорд. В 2016-м здесь отдохнут 30 тысяч мальчишек и девчонок из России и всего мира. Современные спортивные площадки, стадионы, бассейны, поликлиника. Здесь появился даже свой зоопарк. В конно-кинологическом центре учат общение с животными и верховой езде. Учат, наверное, доброте, так как лошадь-животная очень эмоциональная. Поэтому, не знаю, наверное, познакомившись с лошадью, невозможно остаться к ней равнодушным. Корпуса для артековцев не хуже четырёхзвёздочных отелей. Солнечные ванны можно принимать на террасе. Мне больше всего очень понравился вид из окна, балкона, можно так сказать, на Чёрное море и горы. 13-летний Семён из Приморья поражён обилием экзотических растений на полуострове. Будущий биолог мечтает съездить на экскурсию в Никитский ботанический сад. Там у артековцев появился собственный пальмарий. Я сажаю первый раз. Это будет первая артековская пальма. Реконструкция международного детского центра, который по площади больше всего княжества Монако, началась после воссоединения Крыма с Россией. В рекордные сроки полностью отремонтированы 9 лагерей с 10. Из оздоровительного лагеря в советское время артек превращается в современный образовательный и спортивный центр. Занятие по душе здесь найдётся каждому. Среди реликтовых деревьев можно прогуляться в верёвочном парке или покорить новую вершину. Дети реагируют очень позитивно и положительно, потому что для них это очень интересно. Они покоряют себя. Здесь учатся запускать ракеты, ходить под парусом в море и создавать телевизионные программы. Путёвку в артек теперь можно только заслужить. Артек – это мечта, мечта, которую можно добиться собственным трудом, но в разных направлениях. Это может быть учёба, это может быть спорт, это может быть искусство. Твои достижения могут быть поддержаны. Путёвка в артек, например. Огромный теплоход или шлюпка на выбор для морских походов вдоль южного берега Крыма создан целый флот. Артековцы хранят былые традиции и уже 91-й год задают новые тенденции буквально во всём.